В этом опыте электрический мотор тянет за нитку машину с установленным на ней уголковым жёлобом, так что жёлоб двигается прямолинейно и равномерно с постоянной скоростью. А теперь снова установим машину на старте, и когда она тронется с места, запустим по жёлобу шарик. Машина едет вперёд, а шарик катится поперёк, и в результате шарик движется по диагонали. Изобразим это сложение движений на схеме. Пусть за секунду машина перемещается на красную стрелку, а шарик относительно машины на зелёную стрелку. Тогда относительно стола шарик перемещается на диагональ получившегося прямоугольника. В следующую секунду повторяется то же самое, так что шарик движется с постоянной скоростью в диагональном направлении. Движения, которые мы складываем, не обязаны быть равномерными. В этом опыте на игрушечной машине установлен штатив, а на нём висит груз, который может качаться на пружине. Потянем машину по столу электромотором, чтобы груз скачался на ходу. Теперь равномерное горизонтальное движение машины складывается с вертикальным колебательным движением груза. Сделаем трассировку результирующего движения. У нас получилась затухающая синусоида. А теперь установим на эту же машинку пружинный пистолет. Сожмём пружину и зафиксируем её шпилькой, а внутрь ствола положим теннисный шарик. При выстреле шарик подлетает вверх и падает в банку. Как вы думаете, попадёт ли шарик в банку, если выстрел будет произведён на ходу? Зарядим пистолет и толкнём машинку. Выстрел, и шарик попадает в банку! Вот как этот процесс выглядит в замедленной съёмке. Вы видите, что шарик всё время находится над центром банки. Получается, что полёт шарика вверх-вниз над банкой складывается с равномерным движением машины. Можно даже сделать так, что машина проедет под воротами, а шарик пролетит над воротами и попадёт в банку. Мы можем складывать не только поступательные, но и круговые движения. В этой установке коромысло вращается на неподвижной оси, а на его конце приделана ещё одна ось, на которой вращается рейка. На центральной оси неподвижно закреплена большая катушка, а с рейкой соединена малая катушка. Когда мы вращаем коромысло, нить сматывается с малой катушки на большую и раскручивает рейку. Получается, что свечка на конце рейки участвует одновременно в двух круговых движениях. Точно так же Земля вращается вокруг Солнца, а Луна, в свою очередь вращается вокруг Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова